Правовое существование нашего государства определяет основополагающий документ – Конституция, которая была принята в результате всенародного голосования на референдуме 8 апреля 2001 года. В основной закон страны были заложены принципы международного права, демократические нормы, определены основой конституционного строя и, конечно же, защита прав и свобод человека. Ныне действующая Конституция считается второй. Первый документ был принят 2 ноября 1993 года. В самое сложное время для нашего народа. Необходимость принятия основного закона прекрасно осознавали те, кто закладывал правовую базу югостинской государственности. Однако с течением времени назрела необходимость пересмотра основных статей Конституции, во многом из-за многочисленных поправок и дополнений, внесенных при переходе от парламентской формы правления к президентской в 1996 году. Конституция нуждалась в серьёзных доработках. Этими вопросами занималась специально созданная комиссия. Принятие и утверждение новой Конституции в 2001 году стало историческим событием. Была открыта новая глава в истории нашей государственности, говорится в поздравлении главы государства. Главный закон Республики Южная Осетия созвучен современной эпохи, отвечая отчаяниям и устремлениям народа, несёт созидательный потенциал дальнейшего развития социально-экономических отношений и политической системы. Опираясь на прочные конституционные основы государства, обеспечивая общественное согласие и политическую стабильность, народ Республики в состоянии решать любые задачи и продолжать своё уверенное движение к поставленным целям. С принятием ныне действующей Конституции изменилось многое. В первую очередь поменялся статус республики. Южная Осетия – независимое признанное государство. И закреплённые Конституции и демократические основы государства стали надёжной основой для его дальнейшего развития. Роза Тедеева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.